Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить с вами катаев. Это турецкие быстрые пирожки. Готовятся они проще, чем наши обычные дрожжевые. При этом все очень быстро, вкусно, сочно и всей семье обязательно нравится. Их можно приготовить как соленой начинкой, так и сладкой. У меня в этот раз тут будет и такая, и такая начинка. Все покажу по порядку. Для начала займемся тестом. Так как я всегда использую живые дрожжи, подогрела слегка молоко и воду в микроволновке до температуры тела приблизительно. Добавляю сюда дрожжи и сахар и все это хорошенечко перемешала до растворения дрожжей. Я решила не полностью использовать воду и поэтому заменила часть воды на сметану. То бишь я добавила 100 грамм воды и 100 грамм сметаны. Мне показалось, что пирожочки тогда будут богаче по вкусу. Но дело ваше, в принципе, благодаря тому, что мы добавляем воду, они у нас лучше распределяются и лучше клеятся. Добавляем, вы видите, сюда же яйцо опять перемешали, чтобы все стало однородное. И теперь уже можно будет просеивать сюда муку. Опять хорошенечко перемешиваем. Уже после муки сюда можно будет добавить растительное масло и соль. Соль добавляем. Если вы планируете делать только соленые пирожки, можно добавить чайную ложку соли. Если вы думаете, что у вас тесто останется и вы будете делать еще пару сладких, то можно добавить пол чайной ложки соли. И тогда потом добавить в конце еще сахар, когда вы будете доделывать еще сладкие пирожки. То, собственно, я так и сделала. Вначале я добавила сюда 200 грамм муки, но мне показалась немножечко жидковатая консистенция. И я досыпала еще буквально там 15-20 грамм муки, чтобы получить нужную консистенцию. Консистенция как сметана. Здесь у меня отварная курица, жареные грибы, немножечко майонеза домашней аджики и сыр твердый. Все в произвольных количествах, то, как мне нравится, то, как я вижу и по вкусу. Не могу сказать, что всего поровну. То, что у вас, грубо говоря, есть в холодильнике, все можно сделать. Конечно, их можно сделать и просто с курицей, просто с грибами. Их можно сделать вообще постными изначально на воде и без яйца. И можно сделать с капустой, с картошкой. В общем, дело ваше. В конце я добавляю сюда четверть чайной ложки соды. После того, как мое тесто подошло. Подходило оно у меня в течение 40 минут в теплом месте, накрытое полотенцем. Сода нужна, она гасит дрожжевую кислую среду и убирает частично вот этот дрожжевой запах. И благодаря ней наши пирожочки будут и тоненькими, и пышными в то же время. И начинаем жарить. Выкладываю сюда немножечко теста и распределяю по сковородке. Буквально через минутку-две на среднем огне тесто покрывается вот такими вот пузырями. И сюда кладу начинку. Начинка для этого именно должна быть готовой. И вот так вот залепливаю. Доводите свои пирожочки в духовке. И вот такая вот красота получается. Обязательно их нужно довести в духовке. Только не кладите на самом деле вот так вот один на другой. А то они немножечко прилипают. Лучше кладите их по отдельности. Еще раз покажу, как хорошо они слепливаются. На сковородке мы дожидаемся только того момента, чтобы тесто перестало блестеть. Когда оно перестает блестеть, все, мы кладем туда начинку и начинаем слеплять. Потому что если мы пережарим, то наши блинчики не слепятся. И вот из остатков теста, в него я еще добавила туда столовую ложку сахара и немножечко ванили. И потом залепила с повидлом такие же самые пирожочки. Просто тесто сделало более сладким. Такая же вот красота. В духовке где-то я ставлю минут на 15, на 180 градусов. И вкуснота на все семейство. Целая гора и за минимум времени. Это очень вкусно. И я думаю, что вам и вашему семейству обязательно понравится этот рецепт. С вами, как всегда, был Кекс. И не забывайте про пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока. Пока.